Привет всем! Сегодня расскажу вам о самом генетически вырожденном народе, уникальных нано-капсулах для адресной доставки лекарств и летней экологической школе. Подробности далее. Итак, в мире. Ученые из Копенгагенского и Калифорнийского университетов выяснили, какая нация является самой генетически вырожденной. Оказалось, что наибольшее количество вредных мутаций выявлено у гренландских инуитов. Ученые расшифровали последовательности ДНК, кодирующие белки. Это помогло выяснить, что за последние 20 тысяч лет из-за критического уменьшения популяции инуитов произошло сокращение генетического разнообразия. В результате сокращение генофонда заметно увеличилось число вредных мутаций. Инуит – это этническая группа коренных народов Северной Америки. Общая численность инуитов по данным переписи населения 2006 года – 50 485 человек. А в России физики из Московского государственного университета имени Ломоносова разработали новый тип носителя лекарственных средств в виде гелевых нанокапсул с двойной оболочкой, которые позволяют доставлять лекарства непосредственно к больному органу. Внешняя пористая оболочка играет защитную роль и препятствует слепанию нанокапсул. Опоры внутренней оболочки за счет изменения взаимодействия между ее мономерными звеньями способны открываться и закрываться в зависимости от температуры. Таким образом, в момент заполнения полости поры открыты, и лекарство всасывается в нее, как в губку. Затем температура меняется, поры внутренней оболочки закрываются, и лекарство отправляется в путь. И напоследок в Татарстане. В Казанском университете проходит летняя российско-американская школа по экологии. В рамках школы студенты слушают лекции от ведущих специалистов Казанского федерального и Evergreen State College. Посещают различные природоохранные зоны Татарстана и участвуют в круглых столах на самом высоком уровне в Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Татарстан и в Министерстве лесного хозяйства Республики Татарстан. Вся программа школы ведется на английском языке без привлечения переводчиков. Таким образом, студенты заранее готовят специалистов, способных к работе на международном уровне. Международная команда молодых экологов будет работать вместе до 15 июля. А на этом все.